Пыльная работа с последующими оргвыводами. У жителей 2-й магистральной улицы, что на севере Москвы, появилась надежда спастись от антисанитарии, которая устроила предприятие по уборке дорог. В жару зловой неогромной свалки стало невыносимым. Дело кончилось увольнением руководства. В том, что новая метла должна мести чаще, убедился Марат Садиков. Мы ходим в полиэтиленовых пакетах здесь. Всему виной огромная свалка у дороги на 2-й магистральной улице. Невозможно проходить мимо этой мусорки. Грязь круглый год. Запахи невозможно описать в телевидении, чтобы это было. Почувствовали каждый на себе. Перевалочная база для дорожного мусора, которая здесь сбрасывает специальные автомобили-пылесосы, быстро превратилась в настоящую помойку. На место назначения специальные загородные полигоны всё это вывозится, но редко. И почему-то кроме нескольких сотен кубометров пыли здесь оказываются и одинаковые чёрные мешки. Пылесос сразу в мешки-то не пакует, я так понимаю. Содержимое загадочных чёрных пакетов не оставляет сомнения. Это пищевые отходы. В 30-ти градусную жару они гниют и пахнут. Антисанитария, мухи, которые разносчики всяких болезней. Грузуны, как говорится, тоже заключили с компанией, которая к нам привозит и периодично профилактику делает. Территория, теперь омрачающая вид на Москву-сити, была выделена префектурой Северного административного округа для нужд организации автомобильной дороги. Нарушения фиксируются уже не в первый раз. Округом были сделаны организационные выводы и было поменяно полностью руководство ГБУ автомобильной дороги. И перед новым руководством были поставлены задачи и совместно с АТИ обеспечить очистку данной территории от мусора. Проявит ли новое руководство сознательность, жители узнают в течение этой недели. Марат Садиков, Сергей Солдатов и Сергей Кукушкин. Вести, Москва.